Сохраняет тач все равно, бьет и забивается у Конкин! Под удар и есть момент! Диагонально на правом фланге совершенно один, оказывается, футболист Машукла. Постойте будет один на один, надо забивать под левый мяч. Второй замах, как здорово, и 1-0. Машук выходит вперед. Ну, даже я бы сказал, что Пижонский здесь исполнял. Альберт Наниев дважды убирал на замахе соперника. Мог накрыть каждый из них его, но он здорово сыграл на паузе. И в итоге попал в самый угол без шансов для Олега Суворова. Машук здорово начал. 3-2. Этот момент может быть у Суконкина. Прием мяча подводит его, еще и падает, потом правда сохраняется. Сохраняет мяч все равно, бьет и забивает Суконкин! Что он сделал-то в итоге? Что сотворил Суконкин? Вроде бы упустил момент и уже из героя мог до эпизода превратиться в антигероя. А дальше в самый угол мяч отправил. И вот так вот на 61-й минуте выходит вперед звезда и Дмитрий Суконкин. Через левого фланг-атака, антипап. Неплохо мяч угла, штрафной удар. Какой гол! 1-0, Пересвет, ничего себе! Вот так интрига! 26-я минута и какой ударище! Первый удар в этом матче, Пересвет забивает. Это холодный душ для сейчас игроков Авангарда. И очень неудачный отброс назад и устремляется практически на рандеву с голкипером Оленев. Удар поворотом! 2-0! Не слышит Оленев. Уздоровление, Акс. Наверное, с трогинской публики, но Динамо, Динамо кричат. Хорошо по флангу сделать передачу. Здесь Швидюф. Под удар. И есть момент! Наконец-то! Есть гол! Ну, заслужили! Я думаю, что мало кто будет спорить, что Туп все-таки больше Челябинс не играл. Субтитры создавал DimaTorzok